Евгений Бергер Пролог. Международная космическая станция «Луч-7». Высота 402 километра над уровнем моря. «Луч-7» — единственная действующая МКС без системы искусственной гравитации. Можно сказать, что она доживала свой последний миг, ибо руководство приняло решение сбить ее к октябрю 2024 года. На данный момент вместо шести человек экипажа тут осталась лишь парочка инженеров, что заботились о последних мгновениях станции. Командир Слуцкий Борис Александрович и его молодой помощник инженер Стивен Потополос. «Возьми чуть левее, аккуратнее», — шуршал голос командира в динамике. «Еще немного, отлично». «Нажимать?» — напряженно выдохнув, спросил Стив. «Давай!» «Есть!» — ответил он и поспешил убрать громоздкий шуруповерт. Наконец-то защитная пластина была зафиксирована, а Стив справился довольно неплохо, особенно если учитывать то, что это был его первый выход в открытый космос. На Земле, как и любой другой астронавт, он уже выполнял подобные задания со скафандром в бассейне и специальном самолете, но это ничто в сравнении с настоящей вылазкой. Как называли это бывалые астронавты пойти прогуляться по космосу? «Дело не хитрое, но весьма опасное, особенно если пренебрегать техникой безопасности». «Ну что, с почином тебя?» — усмехнулся Борис Александрович. «Вернешься домой, похвастаешься». «Жду не дождусь, однако мне тут еще два месяца висеть». «Не слышу в твоем голосе радости. Два месяца на МКС с лучшим астронавтом Земли. Разве не повод для гордости?» «Ага». «Откупоривайте шлюз», — усмехнулся Стив и схватился за рукоять. Люк фыркнул и, выпустив немного белого пара, нехотя отворился. Парень залетел в шлюз и с облегчением выдохнул. «Космос — это, конечно, здорово, но все же очень страшно». Пройдя стабилизацию и обработку, Стив вылез из шлюзовой камеры. На борту его уже встречали. «Ну, как оно?» — поинтересовался командир. «Чувствуешь себя полноценным астронавтом?» «Да какое там?» «Но впечатления интересные. Я бы даже сказал, необычные», — кивнул парень, снимая шлем и выбираясь из тяжелого скафандра. «Но, честно скажу, пока что даже ремонтник из меня так себе». «Почему?» — удивился Борис Александрович. «Это же такой риск. Мысли сбиваются. Когда между тобой и пустотой всего лишь тонкий трос, да и в целом это моя первая экспедиция на МКС. Я сам просился, чтобы меня отправили именно сюда. Все же это довольно интересно — побывать на последней станции старого образца». «И как она тебе? Нравится?» — весело улыбнулся дядька. «Ну, в целом, конечно, неплохо. Но такое ощущение, словно тут какая-то свалка. Столько вещей. Я порой боюсь, что не смогу протиснуться в модули из-за всех этих тюков и проводов. Ну, а что ты хотел? Этой станции активно пользовались на протяжении двадцати лет, а мусор и вообще уже лет пять никто не выбрасывал. Ну, и классические системы безопасности. Командир схватил два скафандра и запихнул их в небольшой отсек возле люка. Стив прицепил свой костюм и, выкрутив перчатки, аккуратно надвинул защитный чехол на шлем. «А вы тут будете до самого конца? А что же мне еще делать? Все эти новомодные причиндалы не для меня, а со старушкой я уже на коротком поводке. Знаю все ее болячки и капризы, так что будет лучше, если я останусь с ней. А потом... Она в океан, а я на пенсию». «Как романтично», — усмехнулся инженер. «Такая у нас работа. Ну, честно сказать, с японскими модулями я до сих пор не дружу, но все остальное знаю как свои пять пальцев. И вас даже не смущает туалет? А что там смущать? Миниатюрный унитаз, шланг для того, чтобы ходить по-маленькому, ну и четыре сорта туалетной бумаги. О чем еще только можно мечтать?» — усмехнулся Борис Александрович. «Уверен, что старушка с успехом отпашет отведенное ей вре...» Увы, командир не успел договорить, потому что по корпусу пошли вибрации, а по ушам больно ударила сирена. «Что это?» — удивился Стив. «Сейчас увидим», — вздохнул Борис Александрович. И они полетели в сторону центрального модуля. Взглянув на монитор радара, командир увидел, как в их сторону на огромной скорости приближается неопознанный объект. «Твою мать!» — выругался он. «Только этого нам сейчас не хватало». «Это что, астероид?» «Видимо». «Садись за движки коррекции и сближения. Я возьму стабилизирующее. Будем уклоняться». «Ну и я же еще никогда не управлял станцией», — сглотнув, произнес Стив. «Пришло время, друг!» — Борис Александрович схватил наушники. «Луч вызывает дом!» «Повторяю, луч вызывает дом!» «Как слышно?» «Слушаем вас!» — отозвались из динамика. «У нас ЧП!» — повторяю, «У нас ЧП!» «Вынуждены сойти с орбиты!» «Борис Александрович, две минуты до столкновения!» — ошарашенно воскликнул Стив, глядя на радар. «Что у вас?» — прошуршали из динамика. «К нам летит астероид!» «По размерам, как легковой автомобиль!» «Мы ничего не видим! Уверены, что это не сбой?» «Командир! Объект летит прямо на исходный модуль!» «Нас разбросает!» «Твою налево! Стив! Запускай трансляцию!» «Есть!» «Прием пошел!» — растерянно ответили в динамике. «Рассчитываем уклонение!» «Некогда считать! Стив! Давай 35%!» «Есть!» Парень начал щелкать тумблерами и, схватившись за рули, аккуратно направил вперед. Станцию вновь затрясло, но она медленно полетела в сторону. «Тревога!» — воскликнул прохладный женский голос. «Опасность столкновения!» «Еще немного!» «Ну!» — Борис Александрович выровнял станцию как мог. «Еще немного!» «Тревога! Опасность столкновения!» «Борис Александрович, мы не успеем!» «Не дрейф!» «Старушка и не на такое способна!» «Если разгонимся, то потом рискуем войти в атмосферу Земли, а оттуда обратной дороги нет!» «Не спорь со мной! Еще пять процентов!» «Есть!» Свет моргнул, а станцию начало дико лихорадить. «До столкновения три!» «Два!» «Один!» «Мощный грохот ударил по ушам!» «Стива резко дернула вверх!» «Аварийные ремни больно впились в плечи!» «Разгерметизация!» «Поврежден стыковочный блок!» «Включены аварийные люки!» «Разгерметизация устранена!» «Пропел голос электронной помощницы!» «Луч вызывает дом!» «Проведя ладонью по ушибленному лбу», произнес Борис Александрович. «Объект пробил экспериментальный модуль «Сансет» и уничтожил правый стыковочный блок. Вошел в атмосферу». «Принял. Раненые есть?» «Раненых нет. Возвращаемся на орбиту. Прием!» «Высылаем к вам спасательную бригаду. Конец связи!» «Ого!» — выдохнул командир, обреченно глядя на приборную панель. «Эх, мать! Похоже, раньше времени тебя свернут. Как печально!» «Борис Александрович, что это было?» взбудораженно произнес Стив. «Похоже, обычный астероид. Хотя... Обычный мы бы заметили раньше. Вот и я о том же. Почему радар не сработал? Такого же не может быть. А вот это уже, по ходу дела, не в нашей компетенции, дружок. Но мы чуть не погибли. Чуть не погибли? В космосе нет такого понятия. Мы живы. И мы потратили огромное количество топлива на маневр. Что же, похоже, придется писать большую объяснительную, как прилетев на Землю, включая отслеживание обломков. Но зачем? На орбите не принято мусорить. Невзирая на ураганы, проливные дожди и прочие погодные катаклизмы, пап Ночная Верона все равно с распростертыми объятиями ждал гостей. Можно было сколько угодно портить обстановку в городе и стране, наводняя ее разного сорта бандитами. А Азатот продолжал свою непростую службу на посту самого дружелюбного бармена Токио. И он уже успел забыть про то, что где-то в городе прячется уже несколько русских. А всему виной был Матидзуки Ичиро, один из его постоянных клиентов. Но сейчас Азатот не думал об этом. Зачем? Гостей много, и все они, как один, хотят выпить. Вечер перед выходными обещал богатый улов. В такие моменты самый дружелюбный бармен широко улыбался и говорил, «Вот она, жизнь! Однако счастье не длится вечно. Да и зачем? В противном случае его бы просто перестали ценить». Двери паба отворились. А Азатот сразу почувствовал этот легкий холодок ужаса и безысходности. Скрипя протезом, словно пират из старых легенд, в ночную Верону зашел молодой мужчина. На вид ему было около тридцати, а может, чуть-чуть больше. Смешная лохматая шевелюра и по-детски озорной взгляд сразу выделяли его из общей массы. Он, словно сканер, осмотрел зал и, убедившись в чем-то, уверенно направился в сторону барной стойки. Чуйка еще никогда не подводила Азатота. Это русский. Иначе и быть не может. Кровь постепенно застыла в жилах, а рот искривился в жалком подобии дружелюбной улыбки. «Добрый вечер. Чего желаете?» — по-русски поинтересовался он. «Привет. А это разве русский бар?» — удивился незнакомец. «Нет. Просто я люблю козырять, что знаю столь сложный язык». «Ага. Бабушке моей это расскажи». «Разведка?» — хитро прищурившись, поинтересовался незнакомец. «Не совсем. Я простой бармен. Только и всего. Хотел услужить, а в итоге напоролся на подозрение». «Ох уж эти русские». «Ну да, верно», — улыбнулся незнакомец. «Прости. Это рабочая деформация, только и всего». «Ничего страшного. Проклятая черная борода. Катился бы лучше на свой пиратский фрегат и скрипел бы протезом там». «Подскажи, а сюда девушка не заходила?» «Какая, Ис? Тут много девушек». «Ее бы ты подметил, уж поверь», — улыбнулся незнакомец. «Тебя как звать?» «У меня много имен, но я предпочитаю, чтобы меня называли Азотот», — гордо представился бармен. «Ммм, мифология, значит». «А меня Степаном зовут». Парень протянул Азототу израненную шершавую ладонь. «Будем знакомы». «Угу». Бармен с неохотой пожал руку. «Знакомство с русским до добра не доводит. Они очень любят искать приключения на пятую точку. И считают своим долгом вовлечь в это мероприятие и всех своих знакомых. Надоели серые и скучные будни. Заведи дружбу с бывшим военным или бандитом из Российской империи. И твоя жизнь сразу станет яркой, красочной, а заодно и весьма короткой». «Один мой друг сказал, что тут можно обсудить вопросы. Вот, собственно, я и договорился со своей сестрой. Она у меня из военных». «С сестрой?» «Так вы ее ищете?» «Еще не легче. Только агентов или бывших вояк женского пола тут не хватало». «Ага. Но она скоро подойдет». «Понял. Водки?» «Ха!» «Что за стереотипы? Плиз конника мне, полтишок хорошего коньяка». «Весь коньяк хороший. Если вы его, как и всегда, не путаете с Брэнди». А затот понял, что ходит по очень тонкому льду, когда Степан озадаченно посмотрел на него. «Ах да! У нас в стране любят называть Брэнди коньяком», — усмехнулся он. «Нет, я говорю именно про коньяк». Хорошо, а затот с облегчением выдохнул, взял бутылку кур-вуазье и, налив, в специальный бокал поставил перед неожиданным гостем. «Благодарю». Степан с видом истинного эстета понюхал коньяк, а затем чуть ли не залпом залил содержимое в себя. А затот хотел ударить себя по лбу, ибо данный напиток никто так не пьет, но сдержался. А двери паба вновь распахнулись. На этот раз внутрь заглянула миловидная девушка европейской внешности. Ярко-голубые глаза, словно две льдинки, длинные золотистые волосы, что были сплетены в шикарную косу, да еще и стройняшка, а затот невольно улыбнулся, когда она подошла к барной стойке. «Конечиво», — произнесла прелестная незнакомка на ломаном японском. «Рита!» — воскликнул Степан и тут же стиснул девушку. «Господи, не узнала. Ты на вольных хлебах совсем в бомжа превратился». Возмутилась девушка и, высвободившись из объятий брата, села рядом. «Приветствую, можете смело говорить на русском», — галантно произнес а затот. «Правда?» — это хорошо. «Стыдно признать, что приехала в Японию, а язык знаю». Ну, мягко так скажем, на три с минусом с грустью вздохнула она. «Ничего страшного. Чего желаете?» А затот был настроен козырнуть перед столь очаровательной девушкой своим барменским искусством. К тому же он частенько практиковал эффектные пируэты с красивым шейкером. «Стакан воды», — улыбнувшись, ответила она. «Хорошо». Внутри бармена все разочарованно рухнуло. «Стакан воды в одном из лучших пабов Токио. Ох уж эти русские». А между делом брат и сестра очень осторожно начали разговор. Тихо. Но этого было достаточно, чтобы а затот все прекрасно слышал. «И что ты нашел?» Вернее, как ты вообще на него вышел? С недоверием поинтересовалась Рита. И откуда у него с ней связь? Тернов сказал, что ее зажали в корпусе Российской империи. «О, нет! Она слишком хитрая. Она уже едет сюда, и думаю, что завтра точно увидимся с ним». Он завербовал ее? «Пока не знаю. Давид утверждает, что там все четко. Но это же Дубровская. Кто знает, что на уме у этой старой стервы? Но мы хотим пойти туда же?» «Да. Ты уверен, что Матидзуке можно доверять? Я многое слышала про этого паренька. Наши службы не очень лестно о нем отзываются». «И как же они отзываются?» «Что говорят?» Степан нахмурил брови. «Что он убийца. А еще, что это именно он устроил заварушку в Лондоне». «И чего теперь? Нам сейчас нужно куда-то прибиться. Я инвалид. Из-за проклятых синтетиков лишился ноги». «А уходить на пенсию я точно не хочу. Меня выкинули, понимаешь? Просто скомкали и выкинули. И меня тоже. Но это не повод бросаться в первый попавшийся омут с головой», строго произнесла Рита. «Я и не бросаюсь. Говорят, что Матидзуки сейчас охотятся за тайсё. Разве же это не хорошая цель? Будем вместе заниматься полезным для этого мира делом». «Полезным для мира делом?» Рита разочарованно вздохнула. «Скажи честно, ты просто хочешь заработать денег, чтобы найти модуль памяти третьего?» «Ну и это тоже». «Ты приехал сюда только из-за этого?» «Боже, нет же. Я уже говорил, что Матидзуки собирает армию. Боевой пилот ему явно не помешает». «А я что, буду мебелью? В довесок, так сказать?» «Стёп, ты меня не слышишь. Я организатор. Единственное, что я могу сделать, это что-либо организовать. Мне 21 год, и ты хочешь, чтобы я отдала свою жизнь в руки преступника ради твоих игрушек?» «Третья не игрушка. О, прости. Это робот из биоматериала. Да-да. Его застрелили, и теперь ты как с цепи сорвался». «Знаешь...» Степан проникновенно посмотрел на девушку. «А ведь у меня тоже много желаний. И служить убийце среди них нет. У нас есть выбор?» «Есть. Будем работать официально. Обратимся в посольство». «И нас депортируют обратно, потому что мы им тут нафиг не сдались. Это же Япония. Им русские интересны только как туристы, и не больше. А что там делать? Вот ты подумай, а? Нас там не знают. Я бывший военный пилот. Ты вообще служила верой и правдой графу Тернову. Да нас отовсюду прогонят». «Степан, это не повод идти к Матидзуке». «Хорошо? Давай не пойдем. Твои дальнейшие действия. Ну, сперва обратимся в посольство». «Да тебя оттуда сразу посадят на самолет. Это не наш вариант. Пойми ты уже, наконец». «Не доверяя я просто этому Матидзуке». «Убийца, да еще и с мафией дружбу водит». «А кто в нашем мире не водит?» «Он не аристократ. Ты об этом не забыл? Но что мешает ему им стать? Вот когда станет, тогда и поговорим. Сейчас я рассматриваю это как присоединение нашей и без того многострадальной семьи к ОПГ. Пока Матидзуки и Чиро не докажут, что его намерения хотя бы намекают на светлую сторону, я и не подумаю присоединяться к нему», — хмыкнула девушка. «Нет там никакого ОПГ», — возмутился Степан. «Это простой бизнесмен с хорошими возможностями». «Ага. И армию он просто так собирает, да?» «А за тот!» — к барной стойке подвалил пьяный мужчина. Его лицо было красным и взволнованным. «Сделай это!» «Вы громче!» Телевизор. Бармен взял пульт и прибавил громкость. Рита и Степан тут же повернулись к экрану. «Вечернего шоу «Голос Токио». Меня зовут Мацумото Дзюн», — представился телеведущий. «И сегодня у нас в гостях потрясающий актер театра и кино Хэнко Наруби». Молодой человек в кожаной куртке выглядел отреченно. Он даже не потрудился снять очки и, безразлично махнув рукой, продолжал в развалочку сидеть на диване, пафосно жуя жвачку. Зал буквально взорвался аплодисментами. «И знаменитый политолог, а также лауреат Нобелевской премии Сацумаши Цепей», — ведущий указал на серьезного мужчину. На вид ему было около пятидесяти. Одет в строгий темно-зеленый костюм. Зал, конечно, вновь взорвался овациями, но уже не так рьяно. «Хэнко-сан, знаю, что вы очень популярный человек в интернете. Расскажите, сколько просмотров собрал ваш последний ролик?» «Порядка двенадцати миллионов за неделю, нехотя отозвался актер. Но рекорд был в три миллиона за один день». «Это просто потрясающе! Но, как выяснилось, ваш рекорд в три миллиона просмотров за один день был побит». «Ах», — парень лишь вяло усмехнулся. «Вы про этого защитника?» «Да. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о Матидзуке Ичиро. Видео о его борьбе с террористом Тайсё. Хэнко-сан, что скажете о новоявленном герое современности?» «Герои». Актер наконец-то сменил позу и, приспустив очки, довольно надменно взглянул в зал. «Знаете, это не герой, а самый натуральный выхухоль. К чему все эти страдания на камеру? Да и откуда же нам знать о том, правда ли это были террористы? Вполне вероятно, что паренек захотел славы, позвал наемников. И вот таким потрясающим образом прорекламировал себя. Это же тот самый Матидзуки, хозяин Гендай, верно?» «Мы не можем этого утверждать, ибо Матидзуки-сан еще не давал официального согласия на то, что на видео запечатлен именно он, покачав головой, ответил ведущий. Да и к тому же это видео было украдено с сервера «Ее высочество». Вы сделали поспешные выводы. Во-первых, воровать видео у принцессы – это как минимум противозаконно и некрасиво. А во-вторых, как мне кажется, взломать сервер принцессы Российской империи очень сложно. Да и вообще не хочу никого обидеть, но почему принцесса прилетела к вулкану за людьми? Это было единственное воздушное судно поблизости, вдруг отозвался Сацумашу Теппей. Кстати, ведущий тут же переключил свое внимание на политолога. Как бывший полковник императорской гвардии, вы пришли сегодня сюда представлять сторону военных сил его величества, верно? «Можно и так сказать», – кивнул политолог. В связи с этим видео очень многие стали отпускать в сторону нашей армии крайне нелестные комментарии. Свобода слова в интернете имеет и темную сторону. Люди совершенно некомпетентные в данном вопросе могут ввести в заблуждение огромное количество пользователей. Я в корне не согласен с тем, что наша армия показала себя с плохой стороны. «Стоп, стоп, стоп! Вы утверждаете, что армия не показала себя с плохой стороны?» «А с какой стороны она себя показала, скажите! Единственное судно!» «Вы серьезно?» – актер усмехнулся еще больше и взглянул на политолога, который сидел с каменным лицом. «Хотелось бы услышать, что нам скажет Сацумаши-сан. Почему иностранная принцесса полетела спасать людей?» «Я понимаю, что это серьезный инцидент». Казалось, что Сацумаши-сан заранее все запланировал и теперь словно читает по листочку. Но из-за случившегося на днях теракта в Токио командование направило все военные и спасательные силы в столицу. «А, то есть на остальных людей армии наплевать!» – усмехнулся Хэнко. «В таком случае у меня вопрос как у уроженца префектуры Кю-сю. Кто защитит от Тайсё нас, если армия вместе со спасателями тут же ринулась в Токио?» «Рядом с Кагасимой располагается большой спасательный центр. Там есть несколько гидропланов и скоростных кораблей». «Но спасла всех ее высочества!» – актер не сводил ехидного взгляда с политолога. «Мне кажется, что этого товарища потом расстреляют», – усмехнулся Степан. «Не, маловероятно», – икнул пьяный мужчина, – что все это время стоял рядом. В баре воцарилась тишина. Все с интересом смотрели в телевизор. «Это была необходимая мера предосторожности. На ее месте каждый бы поступил точно так же», – попытался вырулить ситуацию Сацумаши-сан. «В тайфун мы стараемся не использовать гидропланы и катера». «Но используйте иностранную принцессу», – казалось, что актер в открытую издевается. «Извержение было неестественного происхождения. Молодой человек маска, спокойствие и хладнокровие начала трещать. Но политолог продолжал удерживать ее. Если бы руководство понадеялось только на силы амфибии и катеров, то могли бы подвергнуть опасности гораздо большее количество людей». «Хорошо». Ведущий понял, что ситуация накаляется и решил вмешаться. «Сацумаши-сан, а как вы прокомментируете поведение Матидзуки-сана?» «Парнишка должен учиться, а не летать над вулканами. Юношеский максимализм и страсть к подвигам никогда не доводила до добра. Но меня больше смущает другое. Откуда у мальчишки костюм активного выживания?» В голосе политолога послышалось возмущение. «Кстати, да», — кивнул актер. «Нужно вычислить его по сфере. Пускай расскажет подробнее, зачем ему оружие подобного характера. Кто знает, сегодня он герой, а завтра начнет летать и убивать людей ради развлечения. Почему руководство не проконтролировало?» «Потому что кроме официальных каф есть еще и те, что изготавляются под заказ. Далеко не у каждого есть номер. Армия борется с этим на протяжении трех лет». «Трех лет? С учетом того, что первые каф поступили на вооружение в девяносто седьмом? Сейчас они не становятся доступнее». «Для кого? Для бандитов или для юнцов типа того же Маттидзуки?» «Сатсумаши сана, расскажите по поводу капитана». «Что именно вы хотели бы услышать?» — процедил политолог. «Вы признаете то, что поведение капитана Унахико было некомпетентным?» «Насколько мне известно, капитан Унахико уже лишен звания и через три дня предстанет перед трибуналом, а затем понесет ответственность за свои действия на Кагасиме». «Вот вы представляете сторону армии. Где гарантии, что этого больше не повторится? Стоит ли нам дальше доверять нашей армии? Вы уверены в компетентности наших солдат?» «Уверен на сто процентов». «А что тогда случилось с капитаном?» «Да, он подвел. Я уверен во всех и каждом, но никто не застрахован от того, чтобы сбиться с пути». Капитан Унахико допустил страшную ошибку. «А у нас как раз вопрос из зала. Ведущий жестом указал на женщину, которой вручили микрофон». «Мы не знаем, что двигало этим мальчиком, но на месте тех людей возле вулкана мог оказаться кто угодно. Ваш сын, дочь, муж, а может, кто-нибудь из родственников? Вам не кажется, что он сделал воистину благородное дело?» Зал одобрительно загудел. «Нет, не кажется», — ответил политолог. «Мы должны принять во внимание то, что господин Матюдзуки действовал несанкционированно и использовал высокотехнологичное оружие». «Но ведь это было во имя спасения людей», — возмутилась женщина. «Ха!» Са Цумаши ссан улыбнулся. «Если человек на улице спасает кого-либо при помощи незарегистрированного пистолета, то это будет считаться преступлением, и вы с этим согласитесь. Чем кав хуже пистолета, ответьте мне!» Женщина лишь задумалась, а затем опустилась на место. «Пистолета, говорите?» «А из-за действий капитана чуть не погиб человек!» «Ну да, это не страшно!» «У нас в последнее время часто гибнут люди!» «Ну вот в чем вопрос», — актер сузил глаза. «Как думаете, что предпримет руководство, чтобы решить сложившуюся ситуацию?» «Необходимо привлечь господину Матюдзуки к ответственности», — ответил политолог, и в зале началась самая настоящая вакханалия. Одна из девушек буквально вырвала микрофон у ведущего, что в этот момент как раз стоял перед зрителем. «К ответственности? За что? За то, что спас людей и уничтожил опасного преступника? Он спас мою племянницу! Не армия, а он! Почему? Почему армия позволяет делать господину Матюдзуке то, что они сами должны были сделать? На что мы тратим налоги? О какой вообще защите и ответственности может идти речь? Да он делает то, на что у вас всех яиц не хватает!» Увы, микрофон тут же отобрали. Зал продолжал кипеть. «Вы не понимаете!» — пытался вставить слово политолог. «А что мы не понимаем?» — удивился актер. «Дама права! Пускай Матюдзуке и повел себя как истинный выхухоль!» «Но тем не менее, именно он вытащил людей с острова и предотвратил катастрофу!» «Представляете ли вы, сколько бы ушло бюджетных денег на восстановление станции, а городка они...» «А вы не считайте чужие деньги!» — огрызнулся политолог. «Чужие!» — актер едва не расхохотался. «Вы себя слышите?» «Но дело даже не в этом. Скоро наша армия и служба спасения дождутся того самого момента, когда человек, попав в беду, будет смотреть на небо и ждать не солдат, не полицейских и даже не спасателей. Он до последнего будет верить, что к нему прилетит мальчик в каф! Вы хоть понимаете, насколько все плохо?» «Господин Матюдзуке сам повел себя как самый настоящий преступник!» — пытался возразить политолог. Но на сцену тут же полетели смятые стаканчики и всякая мелочевка. «Вместо того, чтобы признать разгромное поражение в нашей армии, вы сидите тут как гусь и пытаетесь доказать всем, что Матюдзуке не прав, что его подвиг совершенно не имеет смысла. Он вытащил трех человек!» «Это ничто в сравнении с тем, сколько людей гибнет ежедневно под колесами автомобилей!» — прорычал политолог. «Друзья!» — актер широко улыбнулся. «Смотрите все! Лицо, которое сейчас представляет нашу доблестную армию, открыто заявило, что им всем плевать на нас!» «Ах ты, ублюдок!» Сацумаши сан отбросил микрофон и прыгнул с кулаками на Хэнко. «О-о-о!» — усмехнулся Степан. «Сейчас они его с дерьмом сожрут!» «А, Рита, видела, какой прикол?» Девушка задумалась. «Так значит, мы идем вот к этому самому Матюдзуке?» «Не исключено!» «В таком случае у меня есть парочка выгодных предложений для него!» «Интересная, однако, ситуация. Передо мной сидел Плутон. Да-да, тот самый Плутон, который каким-то совершенно невероятным образом смог переписать наследство бабули на меня. Стремно признавать, но именно благодаря ему я смог получить титул графа. И чувствует мое сердце, что все это не просто так. С одной стороны, я ему благодарен, ибо, попади мое наследство, Маргарет, то было бы очень неприятно. Но с другой, черт побери, я терпеть не могу, когда кто-то, пускай и из благих намерений, вмешивается в мою личную жизнь. Раздражает ей Богу. «Так-так, что же выбрать? Тут все такое вкусное и аппетитное, бормотал он, глядя в меню. Я ничего не ответил, а лишь продолжал наблюдать за его непосредственностью. Интересно, а почему он одет как персонаж из аниме или, не знаю, фэнтези? Длинный плащ, пиджак, что больше походил на классический камзол, а еще и эти перчатки с загадочными рунами. Есть, выбрал, самодовольно улыбнувшись, он отложил меню и поднял взгляд. «Ну, а ты, Матидзуки и Чаро, разве не голоден?» «Как-то не очень», — сухо ответил я. «А что так? Кусок в горло не лезет? Что-то типа того». «Ну, ладно». «На нет и суда нет», — он махнул официантке. «Мне, пожалуйста, отбивную из говяжьей вырезки». «Медиум». «Да, думаю, этого будет достаточно». «А на гарнир?» «О!» «А давайте молодой картофель. Отварной». Отварной» «О.